Замечательный математик Канвей придумал очень простой способ объяснять, как выглядит множество значений квадратичной формы. Он даже в своей книжке написал конкретный пример и задал такой вопрос. Скажем, если вместо x, y подставишь 0, понятно, что будет 0. Если вместо x, y подставить единицу, будет 3 плюс 6 минус 5, это 4. Замечательно. Можно еще некоторые значения подставить. А вот пусть нас интересует значение 7. Может ли при целых x, y эта величина равняться 7? Ну так сходу непонятно. Более того, если вы начнете перебирать, то упретесь в неприятность. Если вы здесь понимали, что при больших x и y у вас значение большое, скажем, есть форма x квадрат плюс y квадрат, то когда вы решаете уравнение x квадрат плюс y квадрат равно 7, вы понимаете, что брать x слишком большим бессмысленно. А здесь нет, здесь минус, а здесь плюс. И кроме того, x и y могут быть отрицательными, поэтому вот это вообще непонятно. Значит, нужно каким-то образом научиться для квадратичной формы перебирать все целые точки. Целых точек бесконечно много на плоскости. Оказывается, это можно сделать. И для того, чтобы это сделать, нужно понять, что такое запись одной и той же формы в разных базисах. Это не трудно, но это очень красиво. И сейчас давайте потихонечку это все разберем. Первое. Для любителей матрицы. Матрицей называются числа, дописка, вид прямоугольника. Перемножаются матрицы по принципу строка на столбец. То есть, когда у вас есть произвольный прямоугольник из числа и другой прямоугольник из числа, то принципиально важно, чтобы в строчке чисел было бы ровно столько, сколько здесь в столбце. То есть, матрицы произвольных размеров перемножать нельзя. Надо, чтобы обязательно у этой ширина была такая же, как у этой высота. И когда вы умножаете, то результат, это будет матрица вот такой вот высоты и такой вот ширины. А это измерение, и это исчезнет. И вычисляется следующим образом. Вот, ну, я не знаю, скажем, это будет у нас четвертая строка сверху, а это будет, например, второй столбец слева. Тогда в результате в четвертой строке сверху и втором столбце слева, здесь 4, здесь 2, у вас будет стоять число, которое вычисляется следующим образом. Вы идете вот по этой строке, одновременно по этому столбцу и перемножаете. Первое на самое верхнее, второе на то, что пониже, третье на то, что еще пониже и так далее до конца. Так же, как вычисляется скорейное произведение векторов. Когда у нас есть несколько чисел и еще несколько чисел, умножаем первое на первое, второе на второе, и все это складываем. Вот так по определению вычисляют произведение матрицы. Вот здесь показано несколько примеров. Скажем, для задачи, с которой начал свое произведение книжку Канвей, написано следующее. Берем матрицу. 3,3, 3, минус 5. Это называется вектор столбец, а это вектор строка. Умножаем эту матрицу на 3 на х, 3 на у. Получается 3х плюс 3у. 3 на х минус 5 на у. Получается 3х минус 5. Отлично. Теперь умножаем строчку на вот этот столбец. х умножаем на 2х плюс 3у. у умножаем на 3х минус 5у. Замечательно. Раскрываем скобки и получаем то самое f от х. То же самое написано вот здесь в общем виде. Пусть у нас есть произвольные числа А, Б, С. Заметьте, матрица симметрическая. Матрица симметрическая, если она квадратная, и при отражении относительно диагонали это отражение называют транспонирование. Вот если у вас есть матрица А, Б, С, Д, то транспонирование это А, С, В, Д. Матрица симметрическая, если она по размеру, что здесь подходит как квадратная, и при этом симметричные относительно диагонали числа равны. Так вот, берем симметрическую матрицу и умножаем ее справа на столбец, слева на строчку. Ну, здесь, смотрите, представляем, строка на столбец, строка на столбец. Я это сейчас не буду делать, что называется, в любом учебнике по алгебре, если сами подумаете, сами поймете. Умножение матриц обладает таким естественным свойством, что вот если можно умножать А на Б и можно умножать Б на С, то есть с размерами все хорошо, то и подряд можно умножать. Причем, а вот, между прочим, коммутативностью, то есть АВ равно АВА, умножение матриц абсолютно не обязано. То есть иногда, конечно, бывает, что равно, но чаще всего не равно. Даже по размерам. Вот, представьте себе, матрицу размера 2 на 3, высоту 2 в ширину 3, вы можете умножить на матрицу ширины... ...высоты 3. Не надо выбрать, ширины 5. Так, чтобы не 4, то есть 5. Ширины 5 и высоты 3. Вот так умножать можно, да? Потому что 3 и весь 3. А если я переставлю, то будет строчка из 5, а столбец из 2. Они разной длины. То есть вот в таком порядке умножать можно, а если переставишь, то умножать уже нельзя. Ну, а бывает, что и умножать можно, а результат все равно получается разной. В общем, если вы напишите его не в любые числах, то обнаружите, что даже гаммафа с 2 на 2, так бывает. Так вот, смотрите, смотрите, что у нас получилось. У нас получилась квадратичная форма с коэффициентом а, 2b и c. Здесь очень важная вещь, которую надо понимать сразу, как только начинаете эту науку изучать. Если вас интересует, чтобы все значения квадратичной формы были целыми, то на самом деле вас интересует, чтобы были целыми такие числа а, 2b и c. И вот если эти числа целы, то тогда при любых целых x и y это выражение будет целым. Понятно? Однако, если вы хотите, чтобы матрица состояла из целых чисел, то в таком случае вам надо, чтобы целыми были а, b и c. И вот поэтому нужно понимать разницу между формой принимает только целые значения, это значит, вот эти а, 2b и c целые, и у формы целые в матрице коэффициенты. Это значит, а, b и c целые. Так, почему это может иногда быть интересно, чтобы b было целым числом? А вот почему. Кроме квадратичной формы часто используют так называемую беремененную форму. Объясняю. Вы можете вот в этом месте взять ту же самую матрицу, те же самые числа, а, b, c, но написать, смотрите, как, а, b, c, здесь написать x, y, а здесь написать z, t. Что это будет за выражение? Ну, проблема. Это будет az плюс b, t, да? Дальше следующее число. bz плюс c, t. Здесь тот же самый столбец. azx плюс b, t, x и b, z, y плюс c, t, y. Отлично. А вот, смотрите, это уже форма от четырех переменов, x, y, z, t. И она целая, если целые, а, b, c. Идея понятна? Вы можете спросить, интересный вопрос, а, в принципе, где это может встретиться? Казалось бы, нигде. Потому что я поменял местами, x, y, непонятно на что. Встретиться. И очень даже встретиться. Смотрите, что мы можем делать. Взять нашу замечательную квадратичную форму от x, y. Это, вы помните, ax квадрат плюс 2b, x, y плюс c, y квадрат. Отлично. Взять ее же, как z, t. Это будет az квадрат плюс 2b, z, t плюс c, t квадрат. И, наверное, мы уже догадались, что у нас тогда будет. а умножить на x плюс z в квадрате. Плюс 2b умножить на x плюс z, y плюс t. И плюс c умножить на y плюс t в квадрате. А теперь, если мы раскроем скобки, то смотрите, что у нас получится. Когда здесь x квадрат, берешь ax квадрат, отсюда берешь 2b, что там у нас, x, y, да, то получаешь вот это. Правильно? Замечательно. А когда здесь берешь az квадрат, дальше 2b, z, t, то получаешь вот это. Значит, я так и пишу. Это f от x, y плюс f от z, t. А что еще останется? Отсюда. 2a, x, z. Смотрим. Такое есть. Правда, здесь а, x, z. Но, тем не менее, здесь такое есть. Понятно? Хорошо. Здесь вот еще есть такое слово b, t, x. Идем сюда. b, x, t. Есть такое слово. В общем, видно, что останется... Если мы вот это вот обозначим в b от x, y, z, t, то вы видите, что квадратичная форма, взятая от суммы двух векторов, это квадратичная форма от первого, плюс квадратичная форма от второго, плюс удвоенная, он добрый же, билинейная форма. Замечательно. При этом, разумеется, если вы в билинейную форму вместо z, t подставите x, y, то вы получите в точности исходную квадратичную форму.